Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 16 апреля, у нас изменений по коронавирусной инфекции в городе нет. Сегодня мы по-прежнему с вами говорим о 20 инфицированных людях. Вы помните, что вчера я говорила 13 человек больных и 7 на подтверждение. Вот это те же самые 20 человек больных на сегодня людей. При этом эти 20 человек по степени тяжести распределены таким образом. Большая их часть, 15 человек, протекает заболевание в легкой степени. У 5 человек заболевание протекает в средней степени тяжести. Все больные находятся на больничном. Они получают лечение в условиях стационара и большая часть на дому. На дому у нас сейчас лечится 13 больных. В стационаре у нас сейчас лечится 7 больных. При этом их режим и порядок полностью исключает их нахождение в любых местах, кроме мест лечения. Соответственно, либо их палаты лечебной, либо их квартиры. Кроме того, мы понимаем, что наша статистика, вот эти 20 больных, входят в общую статистику Нижнего Новгорода. То, что вы видите на сайтах. И сегодня мы утром уже видели на сайте Нижнего Новгорода 339, это включая наши сыровчан заболевших. И количество районов увеличилось. Уже 20 районов Нижегородской области так или иначе охвачены больными коронавирусной инфекцией. При этом больные наши представляют собой, если структурно рассмотреть, два очага. Один очаг – это один человек. Она больная заболела контактным путем, заразившись от лица вернувшегося из Москвы. При этом, соблюдая самоизоляцию, она таким образом не допустила распространения этого заболевания уже от себя и продолжает находиться на изоляции, под наблюдением и под лабораторным обследованием. И этот очаг мы считаем на сегодняшний день локализованным. Второй очаг – это оставшиеся 19 человек больных, о которых я тоже уже рассказала. И здесь распространение как раз произошло, как я тоже уже говорила, путем передачи вируса в близких контактах, в условиях домашних очагов, в условиях проживания в семьях и очень тесных в двух случаях контактов на работе. При этом у нас один подъезд полностью сейчас находится на карантине, под наблюдением. Значит, вот таким образом эти два очага у нас сейчас полностью находятся под нашим контролем. Пока других мест мы не предвидим. Но вокруг заболевших этих 20 человек у нас есть люди контактные, которые высажены на карантин, находятся под медицинским наблюдением и проходят лабораторное обследование. На сегодняшний день это 129 человек. У этих 129 человек на сегодняшний день результаты лабораторного контроля не выявляют заражение коронавирусом. На сегодняшний день они не больны, но поскольку они являются контактными, они находятся на принудительной изоляции на дому и не должны покидать мест своего проживания. И вот вокруг как раз этих 129 человек, которые находятся на изоляции на дому, у нас очень много вопросов. Ну, во-первых, мы понимаем, что эти люди, не выходя на улицу, требуют оказания им помощи. Нужно приносить лекарства, нужно приносить еду, предметы первой необходимости, выносить мусор, выгуливать собак и так далее. Какие-то коммунальные услуги, может быть, им еще нужны. Этот вопрос проработан у нас с городским штабом. Выделена группа волонтеров. Мы считаем, что это должна быть совсем четко ограниченная небольшая группа людей, которые в средствах индивидуальной защиты и под лабораторным наблюдением. При этом это должны быть люди, которые не сами не относятся к зоне риска. То есть это не пожилые, это не лица с хроническими заболеваниями. Это не лица младше 18 лет, и это не беременные женщины. Итак, эти волонтеры, они на сегодняшний день выбраны. Они будут ходить по этим квартирам в том числе и оказывать любую из этих видов помощи, которая нам нужна для 129 лиц, изолированных на дому. Часть людей из 129 человек отказались от помощи волонтеров и используют помощь своих родственников, близких, родных. Это допустимо с теми же условиями, о которых я говорила. То есть люди приносят к квартире необходимые товары, забирают мусор, выносят какие-то другие предметы ненужные в квартире, при этом защищают себя масками, работают в перчаточках, потом все это выкидывают. То есть контроль за этим, конечно же, должен соблюдаться. У нас есть очень много звонков людей, которые считают, что лица на самоизоляции не соблюдают эти правила. В связи с этим налажена, я считаю, достаточно хорошо работа сегодня полиции. Не сегодня, а уже на протяжении последних дней. Вот только за вчерашний день выявлено три таких человека из 129, которые нарушили режим самоизоляции. На них составлены протоколы, и они, соответственно, будут привлечены по всей строгости закона к административной ответственности. Любую информацию о лицах, которые нарушают самоизоляцию, просьба сообщать напрямую в полицию. Полиция все эти факты отрабатывает. По волонтерам я хочу продиктовать телефоны, куда нужно обращаться, если такая волонтерская помощь еще нужна. От администрации можно звонить по телефону 9 90 28 9 77 44. Это ответственные лица, которые помогут вам решить вопрос, если он у вас до сих пор на эту дату не решен и требуется волонтерская помощь. А также два телефона, которые я называла раньше, это наша служба социальной помощи 6 94 39 и 6 94 41. Было очень много вчера вопросов по поводу того, можно ли тем, кто на самоизоляции с верхних этажей, спускаться вниз и встречаться с волонтерами внизу у подъезда. Я считаю, этого делать не нужно. Подъезды на сегодняшний день обрабатываются и сами подъезды уже не являются местом, где можно заразиться. А высажены они на карантин потому, что до того, как начиналась дезинфекция, они могли заразиться друг от друга контактным путем. Следующий вопрос. Что делать людям хроническими заболеваниями, если их вызывают на работу? Есть совершенно четкий перечень категорий лиц, кого на этот период нельзя вызывать на работу. Вы можете это уточнить свою конкретно принадлежность к этой категории лиц у своего лечащего врача и в клинической больнице. И можете в том числе и позвонить нам в межрегиональное управление по телефонам 793-28, 793-35, 793-23. Телефоны немногоканальные, дозвониться по ним уже сейчас достаточно сложно, поэтому прошу звонить только в случае нерешенных вопросов со своими медицинскими работниками. Следующий вопрос. Каким образом выезжать в город по QR-коду, если не получается его никаким образом оформить самостоятельно? Я хочу сказать, что вся программа действует от правительства Нижегородской области только через сайт nncard.ru. И если что-то не получается на этом сайте, то мы здесь в городе и любая горячая линия вам не поможет. Есть только один телефон, который принимает эти вопросы и помогает жителям разобраться и получить QR-код, если он нужен. Я его сейчас продиктую. 930-215-11-11. Следующий вопрос. Каким образом будут вводиться ограничения въезды и выезды на Пасху? Каким образом будет проводиться покупка в магазинах при большом количестве скоплений людей на Пасху? Я хочу сказать, что, конечно, сейчас прорабатывается большой комплекс мер об ограничениях, в том числе и на Пасху. Будет обращение, я думаю, и по линии церкви, потому что уже сейчас есть понимание, что будет большое ограничение посещений прихожанами церквей. У нас уже на сегодняшний день закрыто кладбище, у нас уже на сегодняшний день не работает торговля в районе нашего кладбища. И в магазинах подготовка произошла должным образом. У нас сейчас, обратите внимание, во многих сетевых магазинах стоят средства для дезинфекции рук. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Везде, напоминаю, что должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра минимум. Соблюдение этих мер, плюс вернулись домой, помыли руки, умылись, должны нас защитить от того, чтобы мы не заразились в магазинах, в аптеках и в других местах, куда мы ходим за предметами первой необходимости. И последний вопрос, который у меня есть на сегодня, это от граждан, которые полностью соблюдают все правила самоизоляции, но уже начинают уставать от этого и спрашивают, ну неужели нам нельзя отдельно, например, маме с ребенком, и выйти немножко погулять. Я хочу сказать, что правила самоизоляции не предполагают прогулок сейчас никаких. Разрешена, я напоминаю, только разрешены выходы за покупками в аптеку, в ближайшие магазины, но не считая лиц, кому разрешен выход на работу. И прогулки в 100-метровой зоне от своего дома с собакой. При этом, если отдельные мамы с ребенком выходят чуть-чуть подышать свежим воздухом, я не думаю, что это очень страшно, но сейчас, если только мамочкам разрешить гулять, то у нас будет то же, что было всего неделю назад, потому что они все дружно встречаются на детских площадках, на одних и тех же тропинках, лавочках, скамейках, скверах. Все-таки обратите внимание, что в первую очередь режим самоизоляции в более жесткой форме должны соблюдать те, кто относится к зонам риска. Я еще раз напомню вам категории этих людей. Это лица старше 60 лет, лица всех возрастов с сопутствующими хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы и онкозаболеваниями. Это беременные женщины, это лица со слабленным иммунитетом, это тоже некоторые заболевания, которые характеризуются снижением иммунитета. И вроде бы среди них нет детей, но напоминаю, среди 20 заболевших на сегодняшний день уже есть один ребенок. И дети не находятся в зоне полностью защищенных от заболевания. Поэтому старайтесь больше проветривать свои жилища, гулять и заниматься физкультурой и фитнесом на территории ваших квартир. Здоровья вам, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»